МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. Студия Михаил Журавский. Здравствуйте. Строительство начальной школы номер 37 в Севастополе идет с отставанием от графика. Об этом во время проверки объекта заявил директор Департамента капитального строительства правительства Севастополя Иларион Гапецонов. Ввести в эксплуатацию общеобразовательное учреждение планировали в конце июля, однако подрядчик не справился с взятыми на себя обязательствами. Контракт с подрядчиком заключили в 2019 году. Стоимость составила почти 400 миллионов рублей. Строительство должно было идти в несколько этапов. Первый – это возведение трехэтажного корпуса начальной школы с обустройством спортивных и игровых площадок, а также учебно-опытной зоны для уроков биологии. И второй этап – это реконструкция школьного стадиона, к которому рабочие так и не приступили. Все соответствующие штрафные санкции и пении, предусмотренные государственным контрактом, выставляются еженедельно в адрес подрядчика, потому что это недопустимо – срыв сроков объекта на объектах федеральной целевой программы и иных наших городских объектов. В принципе, по качеству производимых работ особых замечаний у нас нет. Конечно, как и на других объектах, есть неточности в проектной документации. По проекту новый корпус школы рассчитан на 450 детей. В нем будут заниматься только начальные классы. Учреждения должны оснастить библиотекой, компьютерными классами, медицинскими и пищевыми блоками, а также комнатами для сна и за студией. Сейчас на объекте ежедневно работает 85 человек. Строители заканчивают фасадные работы и монтаж инженерных систем. Сам подрядчик причиной срыва сроков называет коронавирусное ограничение – стоимость строительных материалов и проблемы с водой. Во время ковидных ограничений, естественно, были многие запреты на передвижение, на поставку грузов. Многие заводы-изготовители также ограничили свои мощности. В данный момент все мы знаем, что у нас происходит с основопрозованием в России на основополагающие стройматериалы, на алюминий, на металлоконструкции, на лес. Поэтому все вот эти мероприятия, они, естественно, тянут за собой и других изготовителей оборудования, материалов. Изначальный срок сдачи эксплуатации объекта – 31 июля текущего года. Сейчас график будут корректировать. Завершить строительство постараются к концу года или в первом квартале 2022. Яна Витренюк, Сефин, Форумбюро. Испорченное вандалами имущество, перекопанный грунт и мертвые деревья. Именно так выглядит сквер севастопольских курсантов спустя всего несколько месяцев после официального завершения реконструкции. В настоящее время объект находится в ведении ГБУ парки и скверы. Как удалось убедиться съемочной группе телеканала НТС, подведомственное правительство учреждения откровенно не справляется с содержанием сквера. Примечательно, что в обновленном почти за 120 миллионов рублей общественном пространстве не установлена обещанная система видеонаблюдения. Высохшая ель, стоящая практически в центре обновленного сквера севастопольских курсантов, олицетворяет нынешние отношения к зеленым насаждениям со стороны ГБУ парки и скверы. Именно это подведомственное департаменту городского хозяйства учреждения несет ответственность за текущее состояние сквера, который был открыт, напомним, в декабре прошлого года. Сломанные туалеты и освещение, перекопанный грунт и мертвые деревья. Именно так выглядит сквер спустя всего несколько месяцев после открытия. Мужчина, представившийся Александром из парков и скверов, во всем винит вандалов и местных жителей. Сквер открыли недавно, вот там столб завалили, катались на нем, вот такой столб, вот ему катались и завалили. Ну не до конца завалили, но вырвали. Мы сейчас его демонтировали, вытащили. Вот, крышки воруют, вот такие крышки, вот видишь, зачем они нужны, не знаю. Вот это вот росписи, бьют двери, чё не кидают, я не знаю, детская площадка. Вроде район нормальный, благополучный район, это не музыки, но тем не менее. Вот фонарь. Недавно заменили, ну неделю, неделю-две назад. Ну опять вот, раз фигачиваешь, раз фигачиваешь. Ну вот так и всё. Вот так всё, всё, всё крушится, ломается. На территории парка есть несколько зон, раскопанных тяжёлой техникой. Как пояснил всё тот же мужчина по имени Александр, повредить слой почвы пришлось из-за некачественных водопроводных труб. Два перерыта, три перерыта, четыре перерыта, пять перерыта. Вот, это водопровод идёт, его всё время рвёт. Потому что трубу положили такую, как спичечная бумага. Его просто рвёт. Чуть-чуть давление дали, и это самое. Вот это вот мы ездим, всё устраняем. Где такие рукожопые берутся? В чём-то говорить. В обновлённом сквере отсутствует обещанная властями система видеонаблюдения. Столбы, на которых планировалось установить камеры, до сих пор стоят пустыми. Этим пользуются представители молодого поколения, оккупирующие по вечерам скамейки сквера. Вечером собирается молодёжь, и при том молодёжь какая, в основном несовершеннолетние дети. И если бы здесь были наряды полиции, то, в принципе, много интересного бы они могли здесь увидеть. Потому что потом, поутру, когда здесь гуляешь с ребёнком, видно, что происходит, какая ночная жизнь в этом сквере. Чтобы успокоить шумную компанию молодых людей, местные жители прибегают к помощи правоохранительных органов. А также они же до трёх часов гуляют на этих лавочках, распивают. И всё. Ну, правда, я пару раз вызывала лицу, оперативно приезжали. Мне понравилось. Отдельное сожаление у посетителей сквера вызывают засохшие деревья. Пожелтевшие кипарисы и ели представляют собой не только грустное зрелище, но и серьёзная опасность для отдыхающих. В любой момент они могут упасть, а в случае пожара стать детонатором к мгновенному распространению огня. Журналисты НТС также не смогли увидеть систему автоматического полива в обновлённом более чем за 120 миллионов сквере севастопольских курсантов. Зато рядом со стационарным туалетом, пускай и сломанным, появились кабинки биотуалетов. Напомним, ответственность за текущее состояние общественного пространства несёт государственное бюджетное учреждение, парки и скверы. Ну, сделали люди, ну, доведите до ума. Всё, тут я как местный житель вообще против этого. Однозначно. Ну, такое исполнение нет, конечно. Вот это рядом более приличное и соответствующее и по цвету, и месту. То есть они не должны быть, в моём понимании, не должны быть явно вот так выражены. Ну, может быть указатель. Вот просто указатель на место, где находится туалет. Ну, во-первых, здесь проходное место, то есть человеку всё-таки процесс интимный, ему не очень удобно даже заходить сюда. Редакция телеканала НТС направит официальный запрос в департамент городского хозяйства с просьбой пояснить, какая сумма выделяется на содержание недавно отремонтированного сквера. И в само учреждение ГБУ, парки и скверы с вопросом, почему многие зелёные насаждения отнюдь не зелёные, а высохшие деревья так и не спилены, и, как следствие, не высажены новые. Когда планируется замена испорченного имущества и восстановление верхнего разрытого слоя почвы? И какое имеется обоснование для установки кабинок биотуалетов прямо на тротуаре сквера? Николай Кузнецов, Александр Устич, Севенформбюро. В Севастополе объявлен пятый чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов временно ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. Запрещено посещение граждан лесов, а также въезд в них транспортных средств. Проведение всех видов работ любыми учреждениями, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности, не связанных с обеспечением пожарной безопасности и выполнением мероприятий по охране леса. В правительстве города уточнили, что запрет на посещение лесов не распространяется на утвержденные места отдыха, а также туристические маршруты Большой Севастопольской тропы. В остальных местах нахождение пеших туристов и въезд транспорта запрещен. Перечень этих мест отдыха установлен приказом Государственного казенного учреждения «Севастопольское лесничество». Он размещен на сайте Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя. Размещен он с помощью ресурса «Яндекс.Карты». На них отмечены места, где в настоящее время гражданам разрешено пребывание. За исключением общедоступного места отдыха, расположенного в районе Сапун-горы. Так как это место отдыха расположено в непосредственной близости к хвойным массивам, которые имеют высокую пожарную опасность. Ограничения введены на 21 день до 7 августа. При необходимости срок будет продлен, отметил Роман Денисов. В этот период увеличены административные штрафы, предусматривающие ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В частности, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц предприятий, учреждений, организаций до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц до 500 тысяч рублей. Как сохранить военно-историческое и морское наследие Севастополя и передать его следующим поколениям? Этим и другим вопросом была посвящена научная конференция, организованная городским отделением Русского географического общества. Встреча состоялась 21 июля на территории Константиновской батареи. Участие в ней приняли не только наши эксперты в удаленном формате. Доклады представили специалисты из Москвы, Тулы и Симферополя. Стремительное развитие Севастополя приводит к тому, что памятники истории оказываются в окружении современных построек. Как результат, город теряет свойственный ему культурный ландшафт. Виной тому, по мнению экспертов, неправильный подход при развитии территорий, а потому его необходимо менять. Их необходимо, так скажем, встраивать в ту историческую, исторический ландшафт, в те исторические памятники, которые существуют, тем самым сохраняя и памятники, и украшая этими памятниками новые строения. Конференция в первую очередь направлена на создание площадки для диалога между краеведами, историками и представителями поисковых отрядов. Мы решили создать, начать эту конференцию и сделать ее ежегодно, для того, чтобы обратить внимание, могли собираться и обсуждать вот эти вот проблемы, связанные с изучением охраны, тех памятников, которые мы имеем с конца 18-го и вот до 20-го века, и 21-го, даже начало 21-го века, но самое главное, до Великой Отечественной войны. По словам председателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрия Падалки, сохранение исторических памятников для Севастополя – тема наболевшая. По его словам, именно крепости и форты являлись центрами притяжения нашего города, и именно вокруг них созидался тот Севастополь, который мы можем видеть сейчас, а потому их необходимо сохранить в их первозданном облике. Необходимо просто ставить эти объекты на учет, как выявлены объекты культурного наследия, и впоследствии принимать их на учет и охранять. Одних только электронных экранов, одних только электронных средств, копий каких-то сооружений недостаточно. Необходимо подлинное. Вот это подлинное, настоящее, к которому можно прикоснуться. Среди докладов и результаты работы с молодежью по сохранению исторической памяти города, которую в последнее время некоторые пытаются переиначить и переписать. Мы участились в случае вбросов недостоверной, искаженной информации в виде фейков и в социальных сетях, и на просторах интернета. Для нас Великая Отечественная война – это боль, поэтому это и большие жертвы. И обязательно нужно говорить это молодежи, нужно рассматривать этот вопрос, потому что историческая память и история, они очень переплетены. Научная конференция подобного формата проходит в Севастополе впервые. Для организаторов это своеобразная опроба пера. Но в будущем намерены проводить подобные встречи регулярно. Того требует актуальность определенной ими темы, сохранение памяти и истории нашего города. Михаил Журавский, Кирилл Попов, Денис Александрович, Севенформбюро. В Севастопольском дворце культуры рыбаков открылась выставка живописи, посвященная первому рейсу поезда «Таврия» по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Севастополь. Проект создан Петербургской галереей старых, транспортной компанией «Гранд Сервис Экспресс» и администрацией Петроградского района Северной столицы. В экспозиции «Полуостров культуры» представлено 8 полотен, доставленных из Петербурга в Крым. Это работы молодых питерских художников, которые были созданы после пленера, организованного креативной площадкой для российских живописцев, носящей название «Галерея старых». Мы специализируемся на том, что создаем живопись в классической академической форме, описывающей сегодняшний день средствами проведения конкурсов, различных грантов, премий и стипендиальных программ. Авторы картин – лучшие выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Главная тема представленных на суд публике работ – возведение Крымского моста и встреча поезда «Санкт-Петербург-Севастополь», который первым проследовал по нему в декабре 2019 года. И завершением этого проекта стала отправка художника и фотографа на самом первом поезде «Таврия», который поехал в Крым. Они, проделав свой путь в оба направления, собирали графический материал, делали зарисовки, фотографии, и после этого был создан вот этот вот триптих. Триптих, созданный художником Кириллом Сосниным, занимает центральное место в экспозиции. На его полотнах запечатлены пассажиры «Таврия», а также моменты проводов поезда в Петербурге и встречи на перроне Севастопольского вокзала. Когда они стали искать, именно галерея старых, стали искать место для размещения, то и мы, и они решили, что, наверное, вот Дворец культуры рыбаков – это именно то место, где такие мощные и интересные работы должны быть размещены. Первой площадкой, которая приняла работы выставки «Полуостров культуры», стала Крымская республиканская библиотека имени Ивана Франко в Симферополе. Репродукции картин можно увидеть в одном из вагонов поезда «Таврия». А в Севастополе, работая живописцев из Петербурга, пробудут до 10 августа. Познакомиться с ними можно в зрительском фойе Дворца культуры рыбаков. Вход свободный. Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 590060, а также мобильный плюс 797893131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdvstv.com. Ждите новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин